Всем привет! Меня зовут Марьям, и сегодня у меня на обзоре игра Медовье от Evricus. Рекомендованный возраст игры от издательства с 8 лет. И здесь есть базовые правила, есть правила для опытных игроков. И сегодня я также предложу вам небольшое, но существенное упрощение игры, которое позволит снизить возраст участников буквально до 5-6 лет. А сути цели игры очень простые. Участники выстраивают общий лук, но таким образом, чтобы цветы были расположены в порядке, указанном на личных карточках целей. И победит игрок, выполнивший наибольшее количество карт. У игры Медовья очень удобный органайзер для хранения. И для того, чтобы начать играть, даже не нужно доставать тайл из коробки. Для начала мы берем карточки, хорошенько перемешиваем их. Раздаем каждому игроку в открытую по три карты. Допустим, у нас будет партия на двоих. И также в открытую, в общий запас, выкладываем столько карточек, сколько игроков, и плюс одну карту. Рядом кладем оставшуюся стопку. То есть, если бы у нас, например, было три участника, то мы бы каждому также раздали по три карты, но в общий запас выложили бы четыре открытых карты. Все, теперь только осталось положить в центр шестиугольный тайл с белым цветком. Наша труженица-пчелка сразу прилетает на этот цветок, и можем начинать играть. Первым ходит игрок, который последним нюхал цветы. Допустим, это участник слева. Мои карточки будут справа. И я сейчас немного изменю расположение карточек для того, чтобы у нас было больше места для тайлов. Свой ход игрок может либо выложить тайл луга, либо собрать нектар, то есть выполнить одну из своих карт. Но так как у нас пока всего один цветок, то первые несколько ходов игроки будут выкладывать тайлы. Можно выбрать любой и пристыковать его к ранее выложенным тайлам, так, чтобы одна из сторон и один из углов полностью совпадали. Но в плане шестиугольников здесь можно выложить абсолютно любой стороной. Главное, чтобы не посерединке заканчивался угол, а совпадал с другим углом. Всего в игре есть четыре формы тайлов. Помимо шестиугольников есть также треугольники, ромбы и трапеции. Они все стыкуются понятным образом. Единственное, возможно, у вас возникнут вопросы по поводу трапеции. Тайл этой формы можно состыковать так, так или, например, вот так. И также его можно стыковать как бы на половину длинной стороны. Главное, чтобы у соседнего тайла сторона полностью от угла до угла примыкала к нему. То есть можно, например, вот так еще состыковать. Здесь у ромба полностью сторона примыкает. Или, например, вот таким образом. Здесь боковина также полностью пристыковывается. Также по мере роста луга у вас могут образовываться пустоты. В процессе игры они могут быть заполнены другими тайлами, но либо так и остаться пустыми. Так можно. И давайте вернемся к игре. Теперь моя очередь и как вообще выбирать тайлы. Смотрите, на картах есть четкая последовательность, но нет начала. То есть нашей пчелке все равно, либо она полетит сначала на белый, потом на красный, потом на синий цветок, либо наоборот. И так как один белый цветок у меня уже есть, то я пристыкую к нему красный цветок. Так, чтобы стороны этих тайлов касались друг друга. Но пока мой ход окончен, и тайл выбирает первый игрок. У него также есть похожая последовательность – белый, красный, желтый цветок. Белый, красный у нас уже есть, значит ему не хватает только желтого цветка. По сути комбинация уже собрана, но пчелка пока не может полететь по этому маршруту, так как в свой ход мы либо выкладываем тайл, либо выполняем карты. В этот ход участник пока только доложил нехватающий ему тайл. Моя очередь и тайл с синим цветком я размещу вот здесь. Сейчас очередь первого игрока, и он уже может выполнить одну из своих карт. Перемещаем пчелку согласно последовательности на карточке. Белый, красный, желтый цветок. Сразу скажу, что пчелка может перелетать только на соседние тайлы, те, у которых есть общая сторона. И, например, с красного на синий цветок перелететь нельзя, так как у них есть только общий угол, но нет общей стороны. Ну а первый игрок смотрит, может ли он выполнить еще одну карту. Но собрать нектар с других карт пока не получится, поэтому ту карточку, которую игрок выполнил, он переворачивает и кладет рядом с собой в качестве победного очка. И добирает себе одну из карт общего запаса, так чтобы на руках было снова три карты. И также из общей стопки мы дополняем общий запас до нужного количества. После того, как пчелка собрала нектар, там, где она остановилась, на том же тайле она и продолжает оставаться. И в нашем случае с этого тайла она может полететь либо на красный тайл, либо на синий. Сейчас моя очередь, и у меня есть вот такая карта, но выполнить я ее не могу. Почему? То есть, вроде бы у меня есть нужная последовательность и все тайлы соседние, но тайл, с которого пчелка начинает перемещение, не учитывается. То есть, его использовать нельзя. Или у меня есть, например, вот такая карта. Также все цветы рядом, но перелетать по диагонали пчелка не может. И мне ничего не остается, кроме как выкладывать очередной тайл, и я буду пристыковывать тайл с красным цветком. Сейчас очередь первого игрока. У него есть, например, вот такая карточка, но выполнить ее нельзя, так как в этом случае синий, белый, синий один из тайлов у нас бы использовался повторно. Для одной карточки этого делать нельзя. Аналогичная ситуация со второй карточкой здесь тоже получается. Синий, синий, красный. Также мы не можем дважды использовать данный тайл. Полететь по третьей карте также не получится, поэтому участник будет выкладывать новый тайл. И я сейчас расскажу, зачем нужно, чтобы карточки игроков лежали в открытую. Первый игрок может просчитать, какие карты я смогу выполнить в свой ход и где остановится пчелка. Так, в свой ход я смогу выполнить только одну карточку. Синий, красный, белый цветок. И первый участник понимает, что пчела в таком случае остановится на белом цветке. Поэтому первый игрок прокладывает тебе маршрут наперед и устанавливает белый тайл с белым цветком вот здесь. Далее объясню почему. Мой ход. Я собираю нектар по данной карте. Синий, красный, белый цветок. Переворачиваю эту карточку, кладу к себе в победные и выбираю одну из открытых. Ну, пускай будет данная карта. Вместо нее сразу же открываем следующую. Очередь первого игрока и заранее продуманный маршрут сразу же позволяет ему выполнить очередную карту. Проверяем другие карты. На других картах ничего. Переворачиваем выполненную карту. Берем вместо нее другую и открываем еще одну из стопки. Моя очередь. Я выкладываю тайл. Очередь первого игрока. Он также будет выкладывать тайл. И смотрите. В конце своего хода участник может сбросить одну из выполненных карт. Давайте ее сбросим для примера. Чтобы поменять одну из своих карт целей на ту, которая лежит в общем запасе. Бывают такие ситуации, что пчела застревает где-то в углу. И для того, чтобы ее оттуда вытащить, надо поменять карточки. Или игрок понимает, что если он сбросит одну из своих карт, то он в следующий свой ход сможет выполнить все три карты. А если участник за один ход выполняет все три карточки, то он еще получает четвертую бонусную. Просто вот так вот в закрытую перекладываете в победные очки. И таким образом увеличиваете свои шансы на победу. И я сейчас смоделирую такую ситуацию. Допустим, у меня были бы не те цели, которые сейчас есть, а выпали бы вот такие вот карточки. Я бы могла сначала выполнить данную карту красный, желтый, красный. Затем собрать нектар с этой карточки, белый, красный, синий, белый, красный, синий. И сразу же в этот же ход перейти к третьей карте. Желтый, белый, красный. Желтый, белый, красный. Таким образом, я бы выполнила все три карточки за ход. И бонусом получила бы еще одно победное очко. В конце такого хода, когда бы я выбирала себе новые цели, то после того, как я брала бы одну из карт, вместо нее открывалась бы сразу же следующая. И таким образом я бы могла себе выбирать карточки. Мы играем, пока у нас не закончится стопка карт целей. Как только последняя карточка из стопки будет открыта, игра заканчивается. Участники подсчитывают выполненные карты, и у кого их больше, тот и побеждает. Теперь о том, как упростить игру, или наоборот, сделать ее сложнее. Давайте начнем с варианта для опытных игроков. Первый момент. Игрок может сбросить две выполненных карты для того, чтобы в один ход и тайл добавить, и сразу же выполнять карты целей. И второй момент. В базовом варианте при выполнении сразу двух или даже всех трех карточек мы можем проходить по одним и тем же тайлам. Главное, чтобы в рамках одной карточки тайлы не повторялись, а были разными. Так вот, в варианте игры для опытных игроков при выполнении двух или всех трех карточек по всем тайлам можно пройтись только один раз. И теперь о том, как наоборот упростить игру. Этого варианта нет в правилах, но для детей помладше вы вполне можете его использовать. Все то же самое, но в начале своего хода игрок один раз может переместить пчелку туда, куда ему нужно. Ну и дальше уже по обычным правилам, если получается выполнить сразу две или три карточки, то перемещаемся только по соседним тайлам. Вот и все правила игры медовья. И хочу добавить то, что сложность игры будет напрямую зависеть от подхода игроков. Если вы будете просто стараться выкладывать свои карточки, то игра будет легкой и непринужденной. Ну а если вы будете просчитывать ходы соперника, выкладывать тайлы на будущее для того, чтобы пчелка по вашим маршрутам могла пройти сразу по двум, по трем карточкам, выкладывать тайлы выгодно для себя и невыгодно для соперников, то тогда игра превратится в настоящую битву умов. В любом случае играйте так, как нравится и получайте удовольствие от игры.